Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова наша арт-студия и ее замечательные творческие гости. Сегодня мы будем говорить о региональном кинематографе, поэтому гости у нас такие. Продюсер кинокомпании «Ефильм Продакшн» Юрий Топчиян и режиссер фильмов, о которых мы сегодня будем говорить, Дмитрий Дворцов. Здравствуйте! И первый вопрос будет, конечно, о предстоящей премьере вашего фильма «Мусор», которая запланирована на 6 июля в Люмьере. Вот расскажите немножко об этой работе. Ведь ты же главный! В общем, ладно, я пошел пешком, некогда мне с тобой тут пробки сидеть. Слышал бы тебя сейчас мой папа, ты бы никогда не получил эту должность. На самом деле, произойти может все, что угодно. Давайте решать вопрос к завтрому. Добро, все семье привет! Вы знаете, я принял решение, и оно вам не понравится. Тема экологии уже меня волнует давно, еще где-то, вот мне было лет 15, наверное, я ездил на природу с друзьями и постоянно наталкивался на такую тему, что везде очень много мусора повсюду, не пролазано, никуда не проехать. Даже бывало, приезжали на побережье, на песок там, а там уже много бутылок после вечерних всяких там развлечений было, приходилось закапывать чужой мусор. И эта тема, она отложилась во мне и постоянно меня мучила, особенно когда вот после зимы идешь по улице и везде разбросан мусор. В Урлянске постоянно было очень много мусора раньше, там и свалки большие, и все, эта тема была этого города, можно сказать, мусорная. Решили придумать вот как чиновник, который все-таки вот его на должность ставит, и сначала он как бы относится к этому, он сам по себе такой обычный человек, как и мы все. Где-то бросит мусор мемурный, где-то себя вел так жестковато, а потом его как бы судьба начинает сталкивать с этим же мусором, который вот во дворах валяется. Он как бы ездил всегда на машине от подъезда до работы и не замечал мусора повсюду, ну как бы дороги, трассы, это все убирает, а в сами дворы он не погружался в эту тему целиком. И в один из моментов он начинает как бы уже окунаться, когда идет на работу мимо двора. Он осознает величину проблемы, мусор его преследует, окружает, мусор как наваждение. Да, вот именно как наваждение, он за ним везде, он его как будто бы преследует, он уже даже ругается уже на это, что повсюду мусор, он не понимает, откуда вообще может быть столько мусора. Я знаю, что этот фильм недавно принимал участие в программе нашего кинофестиваля Валентины Леонтьевой, в программе регионального кино. Да, он вошел в шорт-лист, к сожалению, награды он никакой не получил. Но гости оценили. Да, гости оценили и в принципе оценили не только на нашем Ульяновском кинофестивале, но и на Всероссийском кинофестивале, где там оценили и как фильм, как игру актеров. И вот девочка, которая исполняла у нас роль главной героини Миланы Калиниенко, она получила приз за лучшую детскую роль до 14 лет на Всероссийском кинофестивале. Мы обязательно сегодня посмотрим отрывки из вашего фильма. Но это же не первая работа, насколько я понимаю, были и другие. Были и другие. На самом деле вообще кинофильм «Мусор» у нас рождался на полтора года. То есть мы целый год сначала обмусоливали сценарий, он претерпел очень много изменений. Мы ставили совершенно разные проблемы, поднимали разную проблематику, но в итоге решили сделать так, как в итоге сделали. Нам показалось тоже, что это более актуально, более современно. До этого, в принципе, у нас в кинокомпании это уже десятая короткометражная работа. И до этого Дмитрий Дворцов у нас дебютировал в коротком метре «Рыбка», где люди уже посмотрели, тоже оценили, где дети спасают, скажем так, от жестокого рыбака-отца, рыбку, которую он постоянно вылавливает, хочет съесть. То есть тоже там заложен такой смысл, что нужно все-таки беречь природу. То, что можно без этого обойтись. И опять же, там возникает такой конфликт между родителями и детьми. И мы стараемся в обоих фильмах прослеживать такая нить у Дмитрия, то, что мы же обычно привыкли к проблемам отцов и детей смотреть с того ракурса, то, что дети якобы хуже своих родителей. А в фильмах Дмитрия получается наоборот, то, что дети лучше своих родителей. Дети всегда должны превосходить родителей. И они, получается, либо учат, либо дают толчок к совершенствованию своих родителей. То есть вот эта трансформация героев, она происходит... Благодаря детям. Благодаря детям. Да. Это очень интересно. Это очень интересно. Но надо сказать, что самый первый по стечению обстоятельств работы Дмитрия в кино была роль в моем клипе «Снежная», который он исполнил еще до того, как снял свой первый фильм. И так получилось. «Снежная, снежная, мокрая, мокрая, город укрыла зима. И потерялся темными окнами в городе он и она». Вот вы не первые представители регионального кино, которые здесь в этой студии приходят и демонстрируют свои работы. Как сейчас живет вот эта отрасль? Сама культура кинематографии влилась в наш город. И все больше и больше и молодежи, и уже, скажем так, постарше людей, они как бы собираются в какие-то команды, в какие-то продакшены. Вот. Растут. Плюс ко всему, конечно, тут помогает и сам кинофонд, который старается организовать какие-то обучающие курсы бесплатные. Вот. Предоставляет какие-то площадки и прочее. Но на самом деле с кинематографом у нас в городе очень тяжело. В плане чего? В плане финансирования. И поэтому все как-то сами стараются. А вот есть желающие участвовать в этих проектах на, скажем так, волонтерской, по сути, добровольной основе? Много желающих? Потому что все же понимают, что, ну, это не оплачивается. По сути, свои проекты некоммерческие. Ну, вот все наши фильмы, вот 10 короткометражек и одна пилотная серия сериала и полный метр, все сняты абсолютно бесплатно на полном энтузиазме. И там не только, скажем так, вот люди, которые, ну, с улицы ни разу нигде не играли. Там есть и люди, которые играют там в молодежном театре и прочее. Вот. Они приходят, удовольствием снимаются, потому что, ну, на самом деле это интересно. И, скажем так, в некоммерческих проектах тоже есть, как бы, свои плюсы, вот, потому что... Это самореализация. Самореализация, да. Там, в принципе, можно что-то сделать не под диктовку, потому что, ну, как бы тебе не платят, поэтому можно показать себя. Что вы ждете вот от этой деятельности, от съемок? Что ваши фильмы будут идти в широком прокате по всей России? И что из короткометражных они впоследствии станут полнометражными? Вот как видится вот это дальнейшее развитие вам этой деятельности здесь, в нашем регионе? Мы снимаем фильмы вот наши для того, чтобы их все-таки заметили, потому что, общаясь вот, ну, с именитыми режиссерами, которые приезжают сюда, вот, и Александр Кот, и Владимир Хатиненко, и вот... Они говорят, что первая работа должна быть хорошей, короткометражной. И мы, ну, как бы стремимся делать, даже несмотря на то, что у нас, ну, сфинансируемый недостаток или там не хватает оборудования, мы пытаемся все-таки сделать хорошо, как можем, из того, что у нас есть, чтобы нашу работу заметили и все-таки оценили, и дали нам толчок. Потому что первая работа режиссерская, вот эта короткометражка, это как раз как твой билет, можно сказать, в кино, и очень важно отправлять свои фильмы на фестивали, чтобы их все-таки заметили. И... Сейчас фестивалей много. Сейчас очень много фестивалей, очень много вообще разных, и любительских, и нелюбительских, очень много. Вы их отслеживаете, да? Да, ездим в интернете. И это очень важно, как можно больше снимать, потому что я вот когда снял фильм «Рыбку», первого я показал ее как раз вот Андрею Мерзликину, актеру, он посмотрел с семьей, ну, сказал, что хорошо все, но он сказал, надо как можно больше снимать, снимать и постоянно, чтобы не было вообще свободного времени, чтобы ты постоянно усовершенствовал, ты видел ошибки, ты жил этим, чувствовал как бы. Это как еда твоя должна быть. Почему бы не попробовать себя в режиссуре? Откуда вот это вот желание? Как раз есть истории постоянно, и истории все лезут, как бы сказать, из детства вот эти поднимаются, какие-то проблемные. Если рыбка это там, допустим, все это было на глазах у нас. Вот я с сестрами, постоянно отец рыбак, он постоянно всю жизнь рыбачит, кругом это рыба, повсюду, это разделка рыбы, это жалко, невыносимо. Я человек такой, я животных люблю, неважно кто это, рыба, муравей, насекомые, всегда жалко, душа есть душа. И когда вот отец приходит и на живую режет рыбу, для нас это было просто шок, и мы ее выпускали. Когда он, допустим, в последнее время мы стали ему говорить, не надо убивать живой, пусть она умрет, ее в тазик вот положи, вот она от меня 34, не умирает. Мы ему говорим, ну, то она надо выпустить. И вот мы стали выпускать рыбу. И тут как раз возникла идея, почему бы не снять на эту тему фильм. Ребят, он опять рыбу принес. Надо ее выпустить утром. У меня завтра контрольная по физике. А у меня пробник по ЕГЭ. Да ладно, что может пойти не так, делов-то? Ну да, ну да, угу. Мы тебе даже позвонить не сможем. Куда она могла деться? Может, и плыла. Улетела! Где тьмон? Вот. И сейчас вот отец уже как бы приходится рыбалить. Он уже... Посмотрел ваш фильм. Да, он уже... И к рыбе относится лучше. Да, он сам уже берет тазик ей, наливает, кладет рыбу и ждет, пока она умрет. Потому что, знаешь, что ему живое уже не дадут ее убить. И он сам уже понимает, что как-то произошло пересознание вот этого всего. Мы дали толчок вот этому, получается, дети, чтобы отец, можно сказать, перевоспитали отца в какую-то духовность. Это волшебная сила кинематографа. Да, вот. Как говорил незабвенный герой Андрей Миронов в фильме «Человек с бульвара Капуцинов. Большой энтузиаст и подвижник кино». Видимо, в кино надо быть энтузиастом и подвижником. Особенно, когда это дело, как у нас в регионе, еще как у мистера Фёстов. «Человек из бульвара Капуцинов» на ранней стадии своего развития. Без энтузиаста никуда. Все мы помним прекрасный пример «Брат-брат-2», который снят также без копейки. Даже недавно приезжал тот же самый Сухорухов. Он же рассказывал, что он снимался в кадре в трусах, которые сшила ему сестра. То есть не хватало денег даже на одежду актером, не то что на реквизиты. И какой фильм получился. И возвращаясь к теме, что мы хотим от того, что мы снимаем. А вот лично я, как основатель её фильма и мои сподвижники, которые остаются в нашей компании, а как бы в своей компании не открывают. Наша главная цель – это открывать именно в нашем регионе таланты. И делать так, чтобы фильмы снимались именно у нас. А не так, чтобы мы здесь сами профессионально вырастим и уедем куда-нибудь в Москву, в Петербург, в Голливуд. Нет, мы не хотим никуда уезжать, мы хотим снимать здесь. Мы хотим снимать про Ульяновск, мы хотим снимать про ульянских людей. Мы хотим показывать у нас прекрасный город. Потому что даже москвичи, приезжающие в Ульяновск, они говорят, как у вас здесь просто замечательно, у нас таких декораций нет нигде. На самом деле, когда снимаешь в нашем регионе, это очень красивая картинка. Даже в коротком метре мусор, несмотря на мусор, наш оператор Александр Четверкин, он показал красоту города без мусора. То есть там есть такой контраст, что куча мусора и красота города. Вон, уже Волгу видно, осталось совсем немного. Ура, я как раз проголодалась. Видишь? Вот вы и идите на свою Волгу, а я здесь остаюсь. Милана, ну что, побежали? Да. Пап, тут столько мусора, что он нас скоро проглотит. Наша планета будет называться не Земля, а мусорка. Я даже с собой заметил, что после того, как мы сняли этот короткометражный фильм, я раньше мог погрешить, что-то незначисленное на дорогу выкинуть или бычок из машины вышивнуть. А сейчас нет, я сейчас могу, допустим, обертку от шоколадки весь день в кармане проносить, пока мусорка не найдут. То есть воспитывает фильм, и это замечательно. Конечно, хотим и мировой прокат, кто же не хочет. Цель, конечно же, и полный метр. Мы сняли холодную месть, полный метр. И два года у нас еще идет постпродакшн. Потому что это тоже все очень тяжело оказывается. Полный метр. Одно дело снять, другое дело постпродакшн, озвучить и прочее. Озвучить, покрасить. Покрасить, да. Это оказывается очень долго, потому что там все-таки не 15-20 минут, а там все-таки последнее время какое было, по-моему, 192 минуты. И уже есть договоренность с другими городами, что там его покажут. Пускай мы за это ни копейки не получим. Но зато другие города увидят Ульяновск. Пускай и криминальные, но увидят. Ну, криминальные, потому что фильм криминальный, да. На самом деле, наша кинокомпания... Ну, официально, конечно, мы не зарегистрированы как кинокомпания. Нам пока что не с чего платить налоги. А так, как творческое объединение мы себя называем, у нас режиссеры собраны разносторонние. У нас есть и любители природы. У нас есть, скажем так, люди, которые хотят снимать криминал. У нас есть люди, которые хотят снимать просто драму. У нас есть люди, которые хотят снимать, ну, просто какие-то легкие фильмы. Есть люди, которые хотят смотреть про тракториста, а есть люди, которые хотят смотреть про банкира. Единственное, в чем есть проблематика сейчас на нашем русском кино по сравнению с советским непревзойденным кинематографом то что у нас сейчас в основном пытается показывать свою вот эту всю сливки молодежного общества да там коррупцию показывать и прочее то есть на негативе не пытается выйти чем он отличается советскую кино и любое берем советское кино там все построено на позитиве даже если это драма равно это позитив то воспаляется каждая профессия там начиная от дворника и заканчивая там президентом грубо говоря да скажем а вот этого не хватает сейчас российских именно того что на вечности просто человеческий я бы сюда 8 сейчас пошел посмотрел фильм про комбайнера это будет лучше чем я буду смотреть про какого-то там коррумпированного полковника полиции который там всю жизнь брал взятки потом попал в дурку а потом стал правильным полицейским я лучше посмотрю про комбайнера который утром встал пошел свой комбайн обслужил это поле вспыхал молочка попил и сидит дома с детишками играет это будет гораздо лучше фильм но это опять же мое мнение на согласие мне тоже ближе наверное темы связанные вот с той же экологией те же самые темы связанные с рыбами с мусором потому что это более человечная такая история и напоминаю что 6 июля состоится премьера фильма моих гостей фильм называется мусор премьера состоится в кинотеатре лювер кстати вот это название мусор не пугало но вас тем что ну какой-то антибренд немножко она на самом деле мы думали об этом но почему мы взяли именно название мусор потому что до этого у нас на мы снимали нашумевший такой криминальный фильм должник и следующий фильм выходил опять же от нашей компании фильм и мы его назвали мусор и многие думали то что это опять будет какой-то криминал это что мусор и это было в подруга и это был бы как бы такой pr-ход для привлечения внимания больше вот то есть мы не говорим не думали то что там наш фильм будет таким плохим что он будет мусором а мы это делали с тем то что люди подумали то что опять какой-то криминал а там окажется более серьезно тем опять же повторюсь то сейчас весь российский кинематограф он поднимает проблемы которые уже всем надоели кино должно поднимать проблемы но более человечные более глобальные и если мы будем следить за экологией за культурой если мы будем восхвалять людей разных профессий вплоть до того что ну я не знаю до дворника да то что 2 кстати следующий будет про дворника вот то что дворник это очень хорошая профессия да то у нас и коррупция исчезнет и вот это вот все вот прочие через душку все начинается с мелочей если на них не обращать внимание будет так как пока есть кино не только должно поднимать проблемы но и должно поднимать дух в каком-то смысле финале нашего разговора я всегда прошу гостей что-то пожелать благодаря того что бестолковые западные фильмы от нас наконец-таки ушли вот и у нас есть возможность снимать нормальные душевные фильмы сейчас все больше и больше государства готова финансировать это все но конечно на фоне каких-то там конкурсов каких-то грантов да то есть соревноваться над этот дух увеличивается число питчингов то есть сейчас возможностей гораздо больше чем в том же самом 2017 году что можно пойти получить грант и снять свой фильм найти команду даже в регионе у нас в регионе уже но практически есть полную команду чтобы снять короткий метр что то там в команде не хватает чтобы снять полный метр да но короткий метр у нас уже есть команды у нас есть кино сообщества поэтому те кто хочет снимать что им я могу сказать пожелать перестать говорить хочу а начать говорить я пойду и сделаю то есть просто нужно брать идти и делать самое главное это не бояться как бы снимать стараться объединяться потому что очень много людей которые хотят снимать но они допустим боятся или не уверены в том что они могут что-то сделать и уже как бы переживать что будет плохо или еще как надо не бояться надо брать снимать друзей еще кого-то на телефон неважно стараться как бы совершенствоваться и всегда по как бы будет вот этот возможность пробиться сейчас тем более очень много всяких разных фестивалей и любительских и лучшие там на видео снятое на телефон ну сколько хочешь просто можно что угодно снять главное как бы и писать сценарий и развитие самое главное учиться снимать и все будет хорошо к мечте нужно и всегда и она обязательно сбудется главное снимать не тикток а нормальный фильм еще есть небольшая такая обязанность или честь вручить вам юрий вот этот диплом от нашей телерадиокомпании за помощь в съемках клипа для недавнего всероссийского телевизионного марафона фестиваля молодежной патриотической песни всего начинается родина вам и в вашем лице вашей кинокомпании вашему кино сообществу я фильм продакшен спасибо ваши это было вот очень приятный опыт работы были замечательные дети которые пели так что душа разворачивался сворачиваться не хотела нас будущее есть как говорится у ли буду быть сегодня в гостях в нашей студии были представители нашего местного регионального кинематографического сообщества продюсер кинокомпании ее фильм продакшен юрий топчьян и режиссер дмитрий дворцов а в у и в не в в они в в Yoon в